Мы будем смотреть и искать моменты, где Дэн не накосячил. Пистолетка, Б-пленд. Дэн увидел оппонента и делает непонятную хуйню. Полтора года назад впервые на нашем канале была запущена рубрика Кейсер на прокачку, в которой я, Вархаммер, пытался обучить Дэна, который как раз был Датмен с Сильвером и пытался научить его игре в Counter-Strike, имея за спиной большой опыт игры и причем не просто наигранного, а именно еще командного Counter-Strike. И, соответственно, я хотел применить все свои знания для обучения человека и поднимания его скилла с самого днища на хотя бы приемлемый, там, средний уровень, ну, хотя бы, там, калаш, там, где-то, может быть, может быть, Биг Стар, может быть, Лем, не знаю, как бы это пошло. И что же, мы начали эту рубрику, провели стрим, я давал Дэну, по крайней мере, задание о том, что нужно, вот, самое главное в Counter-Strike это натренировать стрельбу и это тот параметр, который как раз-таки можно натренировать в кратчайшие сроки, а уже потом тренировали, там, дальше, там, маппул увеличивали, там, различные, там, стрельфы бы учили бы и так далее. Но, к сожалению, первый раз не удалось обучить Дэна, потому что у нас как было все. Дэн заходил, играл в Counter-Strike, но заходил максимум, как раз, там, пострелять по ботам и не более, то есть у нас игры в матчмейкинге шли только на стримах и, на самом деле, для нормального прогресса это было очень-очень плохо, из-за чего этого прогресса, в принципе, не было. В апреле прошлого года как раз-таки я в один момент просто сгорел, когда увидел, как Дэн зажимал тогда, хотя с первых стримов я говорил, тренируй зажим. По итогу у нас в прошлом году был такой разговор в конце апреля, что давай, в течение месяца, если я вижу, что ты играешь, мы продолжим эту рубрику. Если нет, мы закрываем. Ну, уже, в принципе, в середине мая я принял решение закрыть рубрику, потому что Дэн не воспринял мои слова как должное и, по итогу, мы закрыли ее. Но при этом я хотел набрать кого-то, может быть, из подписчиков, был у нас пост во ВКонтакте, с также темой отдельной, что можно было там, так сказать, пройти регистрацию, и я бы там выбрал одного из счастливчиков. Но даже подобным методом не удалось найти человека, потому что никто даже не оставил никакой заявки. И по итогу я решил то, что ладно, заморозим данную рубрику, так сказать, до лучших времен. Ну, проходит почти полгода, Дэн начинает, там, небольшую свою рубрику, где-то в начале ноября он хочет подняться сам со Сильвера до Голдновы. При том, что я еще и дал ему мотивацию в размере 1000 рублей, если он это все-таки сделает за 2 месяца. Но, как показала практика, дальше второго Сильвера он продвинуться не смог, и, причем, вы чуть позже даже поймете, почему он не смог, я даже с этого сам охренел. Вот, и по итогу, да, на этом его рубрика, так сказать, закончилась. Но в момент где-то новогоднего стрима нашего, после него, я там, в принципе, с ним порассуждал, почему бы не восстановить рубрику уже, ну, не Кейсера на прокачку, а Сильвер на прокачку. Так сказать, небольшой ребрендинг сделать. Ну, и, в принципе, мы сошлись на мнение, что, в принципе, почему бы нет. Дэн вроде бы начал что-то поигрывать, ему это стало плюс-минус, может быть, интересно. Ну, и, да, второй сезон, так сказать, Кейсера на прокачку у нас вышел. И начиналось, на самом деле, все, в принципе, неплохо. Дэн и вправду начинал играть вне стримов по, там, одной-две игры в день в ММе. И, на самом деле, да, это, как бы, звучит смешно, но, на самом деле, это был прогресс с тем, то, что было год назад. И, соответственно, я уже думал, окей, значит, в этом году у нас, может быть, что-то-то получится. И что же, у нас идет январь, все отлично, Дэн тренируется, и даже виден прогресс потихоньку. Да, потихоньку, но лучше потихоньку, чем никакой, вот, будем честны. В феврале также виден прогресс, но к концу февраля идет небольшой спад, и в марте происходит то, из-за чего, скорее всего, рубрика даже умерла. Одним прекрасным днем Дэн решил почистить свой компьютер, и, к сожалению, навернул материнскую плату статическим разрядом. Из-за чего он выпал, так сказать, из нашей тренировки где-то на 2-3 недели. То есть, не вспомню. А, ну, в начале апреля мы начали снова эту рубрику, соответственно, где-то почти на месяц он выпал. И вроде бы казалось, в плане стрельбы, ну, просадка не должна быть большой, потому что все-таки мышечная память, все дела, но, как показала практика, просадка была. И просадка еще была в понимании игры. Ну, окей, на 1-2 недели я понимал то, что надо будет вернуться, но потом, может быть, мы вернемся к тем результатам, которые были у нас плюс-минус там в начале февраля. Вот, но, к сожалению, время шло, особо ничего не поменялось. Я еще замечал, что Дэн перестал, в принципе, заходить в Counter-Strike. И в конце апреля я предпринял решение то, что, окей, давай мы тебе сейчас бустанем до Сильвера 5-го, и чисто, чтобы посмотреть, все-таки не сковывает ли то, что Дэн играет на низких рангах, его там подъем в плане игры, то есть так далее. То есть все-таки на Сильвер 5-м игроки как-то уже что-то понимают, что-то могут уже, нежели на втором Сильвере, на котором он сидел. И, собственно, я начинаю бустить. А теперь возвращаемся, почему Дэн не смог уйти дальше второго Сильвера. Когда я бустил его аккаунт с Сильвера 1-го, то есть, замечу, я сам взял уже Сильвер 2-го, мне пришлось выиграть 11 игр подряд. И после того, как я их выиграл, я охренел, потому что на Сильверах обычно ты выигрываешь 3-4, ну, может быть, 5 игр, если ты сливал. А тут, что самое интересное, с Сильвера 3-го на Сильвер 4-го и с 4-го на 5-го мне пришлось выиграть тоже 5 игр подряд. Конечно, я могу списать то, что у меня были игры там, где враги сдавались, как бы за них меньше дают, так сказать, очков для буста ранга, но тот факт, что мне пришлось выиграть со второго Сильвера, до 3-го 11 игр подряд, при этом я начал с первого Сильвера, соответственно, у меня не было там такого, что Дэн там наузал кучу игр на втором Сильвере, и за это мне пришлось кучу игр выигрывать. Нет, тут мне просто с нуля пришлось Сильвер 2-го играть. И в этом я понял, почему Дэн не мог капнуть Сильвера 3-го, потому что, я не знаю, либо на его аккаунте, так сказать, статистика уже очень сильно просела, из-за чего матчмейки ему давали меньше очков за победы, потому что, ну, то, что я играл, я там по КД набивал по 30-40 фрагов за игру, при том, что у нас раундов там обычно было 20 максимум. И в этом плане я, конечно, понял, то, что аккаунт реально у Дэна был, так сказать, уже загажен, и, скорее всего, из-за того, что как раз он так был загажен, в плане статистики, Дэн не очень, ну, не поднимался по рангам, потому что были моменты на Сильвер 2-ом, когда он выиграл 5 или 6 игр подряд, и его не апало. Я когда это видел, я уже сам охранивал, и не понимал, как такое возможно, блин, все-таки это не какие-нибудь хайранги, где реально надо по 10-12 побед подряд, это Сильверы, на них всегда было надо минимум побед, чтобы подниматься. Но, да, аккаунт оказался таким. Ну и что же, закончив буст, я, так сказать, отдал аккаунт Дэну, и перед нашим первым стримом, как раз-таки на рангах Сильвер 5-ом, я смотрел по статистике, Дэн заходил ли в Counter-Strike или нет. И что же я видел? Я видел дату последнего захода, когда именно я играл на этом аккаунте. То есть в течение недели Дэн, в принципе, даже не заходил в игру, но справедливости ради, да. Стоит отметить то, что на том стриме он показал неплохой результат во второй игре на Мираже. То есть в принципе что-то он мог, но на DAS в втором он прям вообще падал ниже некуда. Ну и в принципе действия Дэна порой это заставляли меня впасть в истерику, потому что ты вроде объясняешь, что нельзя так делать в выбранной позиции, а человек все равно его выбирал. Ну, это в плане того, как он иногда встречал оппонентов на B-планте на DAS в втором. Вот. Ну и да. По итогу прошла еще неделя. Я смотрю, что Дэн опять не заходил в игру. И на самом деле, я забыл да еще упомянуть то, что после того стрима на север-пятом я дал Дэну задание сыграть за две недели 20 игр минимум в ММе, и при этом не потерять больше двух рангов. То есть не упасть там ниже третьего севера, по сути. Даже ниже четвертого, была оптимальна. Чтобы мы продолжили эту рубрику. Ну и да. Теперь возвращаемся. Я в течение недели видел то, что Дэн не заходил в игру в принципе. И в этот момент уже понял то, что даже несмотря на условия, продолжать в таком же темпе смысла нет. Если человек сам не заходит в игру, я не хочу его заставлять насильно. Не хочу тратить его время, свое время. И поэтому я просто принял решение на то, что мы закроем рубрику. Хотел это обсудить неделю ранее с Дэном, но не получилось там ввиду того, что мы там, так сказать, празднули его днюху. Вот. Но потом мы в принципе общались на эту тему и решили то, что все. Закончим, так сказать, 6-го числа последним стримом. Но последнего стрима не было по причине того, что я не видел смысла даже его вести. Почему? Потому что а смысл мне его вести, если это последний стрим. То есть смысл будет разбирать какие-то моменты. Да, можно опять же показать, так сказать, топ-контент, как у меня будет гореть жопа на то, что делает Дэн, на то, что делают люди на северах. Но какой это смысл? Последний стрим проще уж делать последнее, так сказать, видео. И этим видео не знаю, вроде бы не хочется сохранить рубрику, но по крайней мере, наверное, это был последний раз, когда я пытался Дэна обучить. То есть, не в обиду тебе, Дэн, но все-таки, да. Похоже, если эта рубрика будет возрождаться, то она будет возрождаться уже с каким-то другим человеком, у которого будет больше мотивации играть в эту игру. Ну и да, скорее всего, возрастом поменьше. Все-таки у школьников, будем честны, времени побольше поиграть, и они сидят и играют. И там будет видим прогресс намного больше. Но пока что рубрика снова уходит в заморозку на неопределенное время. Как-то так, конечно, обидно, что не получилось и со второго раза, но если не получается со второго уже, то все. Это значит, что это бессмысленно. Спасибо, ребят, всем, кто наблюдал за этой рубрикой. К сожалению, да, снова начало лета и рубрика снова закрывается. На этом все. С вами был Warhammer. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на группу ВКонтакте, чтобы не пропускать анонсы ближайших стримов, а также, в принципе, стримов, которые выходят у нас не только на YouTube-канале, а на наших еще Twitch-каналах у меня и у Дэн. Вот теперь точно все. Всем пока, ребят, и удачи. Выбивает плент, хоть это радует. Правильно. И бы нехуй, блядь, оставлять бы плент. Нехуй.